Казахстан 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 Под видом борьбы с терроризмом в Казахстане вполне могут заблокировать социальные сети и популярные хостинги. Всевышний Аллах в Коране сказал, что я создал джиннов и людей для того, чтобы они мне поклонялись. А вершиной поклонения является джихад, как сказал пророк. Этого аята, этого гадиса должно быть достаточно в жизни каждого верующего. На этих кадрах целые семьи, приехавшие в Сирию. Говорящие на казахском и русском языках мусульмане рассказывают о пути джихада. Маленькие девочки в никабах, мужчины в военной форме. Эксперты говорят, что значительную часть джихадистов составляют жители Карагандинской области. Региональный представитель Союза мусульман Казахстана Аскар Кашанов сообщает о новых фактах отъезда казахстанцев в зону боевых действий. В прошлом году компетентными лицами было обозначено, в том плане, что более 50 человек в прошлом году уехало. Также уже и в этом году были отъезды. На сегодняшний день я вот слышал, что с подхоза поселка Кингир два человека уехало, с города Джисказгана еще два человека уехало. Для родных и близких, чьи дети направились в Сирию, ситуация усложняется тем, что молодые люди забирают с собой жен и даже грудных детей. Попытки вернуть их обратно не увенчиваются успехом. Общественники даже создали родительский комитет, чтобы вернуть уехавших детей на родину и обратились за помощью к властям, но безуспешно. Они также обращаются в инстанции с письмами о помощи, но, к сожалению, сегодня нет никакой, как бы сказать, от правительства или от других компетентных источников, там, Комитета национальной безопасности, каких-либо решений в этом плане. Вот. И в нашем регионе проводится пропаганда по пропаганде антиэкстремизма, антитерроризма. Ну, результатов нет. Местные жители считают, что основная причина отъезда молодых казахстанцев заключается прежде всего в социально-экономических проблемах. Высокий уровень безработицы, невозможность реализовать себя в условиях коррумпированного общества, отсутствие каких-либо перспектив толкает людей на радикальный религиозный путь. Провал в работе Комитета национальной безопасности власти словно не замечают. Казахстанцы продолжают уезжать в Сирию, пока чекисты воюют с оппозицией.